Моё утро начинается с улыбки. Улыбки пассажирам аэропорта Симферополя. Ангелина Атикова, ассистент службы пассажирских перевозок Международного аэропорта Симферополь. Ежедневно через её руки проходят около 4000 билетов и паспортов. Ещё два месяца назад она была студенткой авиационно-транспортного колледжа, а теперь с лёгкостью выполняет трудную и стрессовую, на первый взгляд, работу. После переезда из Санкт-Петербурга Ангелина до сих пор восхищается масштабами крымского аэропорта. Как раз мои ребята с колледжа приехали сюда на практику, рассказали, каково здесь. Им очень понравилось, как вообще происходит сама процедура, обслуживание пассажиров. Вот, порекомендовали аэропорт, и я решила сюда переехать. Есть как хорошие пассажиры, которые дарят море позитива, так и, естественно, есть пассажиры, которые вредничают. Но мы стараемся справляться с ситуациями и дарим улыбку пассажирам, они сразу становятся добрее. Дарить добро, улыбаться и отдавать частичку души. Пассажиры потока аэропорта постоянно растет. С начала года воздушную гавань посетили более трех миллионов человек. Пассажиры не любят ждать, и агентам по регистрации нужно торопиться. Поэтому выдать посадочный талон и принять багаж сотрудники успевают всего за 43 секунды при российском нормативе в минуту. Еще одно достижение – система электронного посадочного талона, которую крымский аэропорт запустил одним из первых. По лентам от 55 стойк регистрации чемоданы и сумки попадают в скрытый от глаз пассажиров зал сортировки багажа. Перед тем, как вещи загрузят в самолет, они проходят трехуровневую систему безопасности. В сумке встречает современная отечественная система обработки багажа. Здесь четыре так называемых «карусилий». По ленте длиной около двух километров вещи отправляются на основной досмотр. Интересно, а прошла ли проверку наша сумка? Проверка не пройдена. Сигнал у подозрительной сумки подают из операторской. На беглый осмотр у сотрудника всего 15 секунд. Если на рентген-снимке есть хотя бы очертания боеприпасов, оружия, газового баллона или другого запрещенного содержимого, сумку отправляют на более тщательный досмотр через энтероскоп. Проверенные безопасные чемоданы попадают в контейнеры, которые загружают в самолет. В день мы обрабатываем 250 тонн багажа и более. Это порядка 30 тысяч чемоданов. Наша система отличается в простоту обслуживании. Удобная, современная, российского производителя. Кстати, ваш багаж погружен. Можете пройти в зону отдыха. Свой рейс пассажиры ожидают на террасе. С уникальной в своем роде площадки открываются виды на перрон. А стеклинии частичные. Поэтому гости аэропорта могут подышать свежим воздухом. Кстати, уникален и сам терминал. Для него смонтировано 130 витражей, которые состоят из 9 тысяч стеклопакетов. Терраса стала популярным местом для любителей селфи. Не менее востребована зеленая стена. Высота самой большой в Европе конструкции – 15 метров. На первых пяти – настоящие растения. Папоротники, маранты и филодендроны. Каждый цветок находится в горшке и получает воду через систему капельного орошения. Остальные 10 метров стены искусственные. Правда, чтобы вытереть с них пыль, сотрудникам нужна скалолазная подготовка. Пока пассажиры делают фото на память, на перроне к вылету готовят самолет. Проверку воздушное судно проходит дважды. После приземления и перед взлетом сотрудники осматривают двигатели, шасси и фюзеляж. Даже о самых незначительных повреждениях нужно сообщить в диспетчерскую. После визуальной проверки перед взлетом самолет заправляют топливом, водой, загружают борт питания и багаж. Кстати, в аэропорту Симферополь на обслуживание узкофюзеляжного судна специалисты тратят всего 45 минут. За рекордное время к вылету готовят как маленькие эмбрайры 25 минут, так и крупные самолеты 90 минут. Одновременно на перроне работы больше 15 человек. Как только воздушное судно подготовили к взлету, в него приглашают пассажиров, которым требуется преодолеть навесной тоннель длиной в 48 метров. Зачастую конструкция универсальна. Она подходит для всех типов самолетов и выдерживает больше 20 тонн веса. В небе Евгения Калмакова провела уже 8 лет. За плечами перелеты в десятки городов России. И путешествия по миру. Мексика, Куба, Доминикана. Каждый год на личной карте бортпроводницы появляются новые отметки. Девушка уверена, работать с людьми легко. Главное найти общий язык с первых минут встречи. Сейчас уже пассажиры спокойны. Это благо, сейчас информация до них доходит в массовом порядке. То есть это СМИ, это средства массовой информации говорят, что можно позволить на самолете себе какое поведение, а какое поведение непозволительное на самолете. И пассажиры стараются выполнять правила поведения. Я просто очень люблю общаться с пассажирами, я очень люблю людей по своей сути. И для меня заставляет удовольствие. То есть, как говорил Конфуция, найди себе работу по душе, и ты ни одного дня не будешь работать. То есть, ну, я нашла себе работу по душе. На любимую работу ходит и Игорь Турский. Стать пилотом для командира воздушного судна было детской мечтой, которая с возрастом переросла в цель. Учеба, несколько лет, занятий в аэроклубе и 22 года в небе. Случай, когда профессия стала неотъемлемой частью жизни. По словам пилота, управлять самолетом проще и безопаснее, чем автомобилем. На пути не встречаются лихачи. У нас нет ни бортинженера, ни борттехника, два пилота, взаимозаменяемые, скажем так. Происходит, вот буквально у нас поворотом одного кумблера. Все. Дальше идет запуск, какая-то циклограмма. Мы зачитываем, контролируем, если что-то происходит. Опять же, уже во время запуска у нас основные приборы. Это по двигателю, температуры, обороты, масло. Уже все внимание на эти приборы. Если все штатно, запускаем второй двигатель. Все поворотом одного кумблера. По словам пилотов, небольшие размеры кабины не мешают управлять самолетом. За всеми процессами летчики следят по приборам. Здесь нужны не только знания, но и внимательность. Поэтому перед каждым полетом командирам важно отдохнуть. Благодаря хорошей организации нашего планирования мы имеем достаточный отдых перед полетом, предполетный отдых, предполетная подготовка. То есть все довольно-таки очень строго за всем этим наблюдают, отдел планирования. И нет такого, что пилот пришел уставший, замученный на рейсе, сел в кресло и уснул. Всегда, то есть две головы смотрят на приборы. Спасибо. 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 Санкт-Петербург Чемоданы отвозят в зал выдачи багажа. Как только самолет свершил посадку, здесь начинается работа на скорость. Ведь на разгрузку вещей у нескольких сотрудников всего 25 минут. Разгрузка багажа 734-го рейса. Первые чемоданы пассажиры получают не позднее, чем через 15 минут. Если стоянка самолета близко расположена к багажному отделу, то разгрузка пройдет быстрее. А значит, свои сумки люди заберут уже через 13 минут. Ежедневно аэропорт Симферополь принимает более 200 самолетов. Все операции с воздушным судном на земле контролируют в центре координации и управления. Здесь ни на минуту не замолкают голоса операторов. На какую стоянку загнать самолет? Когда его заправлять? Загружать ли пассажиров? И куда поедут автобусы? Эти и многие другие вопросы ежедневно решают в одной комнате. Маленький кабинет – настоящий мозг аэропорта, где следят за работой с момента посадки самолета до выхода пассажиров в город. На экранах все локации помещения, система вентиляции, кондиционирования и жизнеобеспечения терминала. Новая техника аэропорта отвечает современным требованиям, да и сам он заметно преобразился за последние несколько лет. Если мы вспомним старый терминальный комплекс, то это было 20 тысяч метров квадратных и 5 миллионов пассажиров в год. Это были условия, которые, безусловно, не отвечали тем требованиям к комфортному пребыванию пассажирам, которые есть сейчас во всем мире. Новый терминал – это 78 тысяч метров квадратных площади и те же самые 5 миллионов пассажиров в год, которые мы обслуживаем последние несколько лет. Новые системы безопасности, которые позволяют пассажирам чувствовать себя комфортно и создают абсолютно безопасную среду для туристов, которые пребывают в Республику Крым. За безопасность пассажиров в аэропорту отвечают не только современные системы, но и четвероногие помощники. Это приветливая бордер-колли – талисман воздушной гавани. Ее кличка Элис Фелицис переводится с латыни как «крылья удачи», но для всех она просто Алиса. Совсем недавно Алиса отметила первые 100 дней на службе. За это время собака прошла полный курс обучения и уже ищет взрывчатые устройства и вещества в багаже, сумках и даже в самолетах. Алиса стала настоящим любимцем не только сотрудников, но и гостей аэропорта. И даже выучила несколько трюков. Алиса, дай лапу. Вот так. Безопасный и современный аэропорт продолжает совершенствоваться. Сейчас на территории идет строительство взлетно-посадочной полосы, которое позволит командирам воздушных судов совершать посадки даже в сложных метеоусловиях. Уровень качества и работы диспетчеров повысит новая вышка командно-диспетчерского пункта. Ее планируют построить напротив здания аэровокзального комплекса. Но главное, что в аэропорту работают люди, для которых профессия – это часть жизни. Самолеты прилетают и улетают, но пассажиров неизменно встречает улыбка сотрудника аэропорта. Дарья Гзюнова, Денис Александрович, Андрей Беженцев, Севенформбюро, Симферополь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова